Российская армия разрушила общежития университетов в Николаеве. Пятиэтажное здание стало непригодным для проживания ранен охранник. Повреждены соседние дома, несмотря на частые обстрелы региона, пока местная власть не планирует проводить обязательную эвакуацию жителей. Количество погибших за весь период войны 400 человек. В отношении других регионов или горячих точек эта цифра достаточно умеренная, скажем так. Сейчас мы не планируем проводить принудительную эвакуацию. Если говорить о принудительной эвакуации, это первая линия фронта. Но наши ВСУ сейчас продвигаются, поэтому об этом речь не идет. Российские оккупанты признают, что используют в Украине фосфорные боеприпасы. Об этом стало известно из перехваченного разговора военного с отцом. Заряды они запускают из градов. О, фосфор полетел. Фосфор полетел? Угу. Далеко? Да, не знаю. Ну, видно, короче, он видит. Так у нас, наверное, просто комбат тиханул, короче, решил этих уродов залить конкретно. Так вы фосфором убьете, что ли? Да. Да. Военные советуют местному населению выехать из опасных районов Херсонской и Николаевской областей. Дорога жизни есть в направлении Запорожья. Эвакуация из Херсона продолжается. Конечно, с оккупантами согласования нет, как и никаких специальных коридоров. Но пока мы имеем небольшую дорогу жизни в направлении Запорожья. Машины понемногу все-таки уезжают. Есть также вариант эвакуироваться через временно оккупированный Крым. На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Звановки и Донецкого. Противник нанес авиаудар неподалеку Серебрянки. Также вел воздушную разведку. Противник безуспешно пытался наступать в направлении Новолуганская-Ивана-Дарьевка. Авиация противника ударными вертолетами дважды атаковала позиции ВСУ вдоль линии столкновения. Потерь среди украинских военных нет. «В Чёрном море продолжают боевое дежурство два российских ракетных корабля с 16 калибрами и три больших десантных корабля. Общая группировка из 12 боевых кораблей и катеров маневрирует в районах укрытия от потенциального поражения вблизи Крымского побережья в направлении Новороссийска. Из-за штормовой погоды часть флота укрывается в пунктах базирования, а в Чёрном море сохраняется высокая угроза срыва и дрейфа к побережью Мин». Близких и родственников украинских военных, которые попали в плен, призывают не предоставлять никакую персональную информацию о них неизвестным организациям и лицам, а также анонимным источникам. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными также предупреждает. Такие сведения могут предоставлять опасность для сослуживцев военнопленных. Субтитры создавал DimaTorzok